Итак, ВТБ выпустил МСФО по итогам первого квартала 2020 года. Что мы здесь имеем? Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале снизилась до 14,5%, точнее на 14,5% до 39,8 миллиарда рублей, что является лучшим прогнозом. И я делал обозрение на эту тему о том, что с 7 мая тоже, о том, что сейчас есть риск того, что ВТБ пойдет по стопам Сбербанка и увеличит отчисление своей резервы, на фоне чего чистая прибыль может немного скорректироваться. То есть об этой теме мы с нашим одним из товарищей тоже мозговали, думали, по какому пути может пойти ВТБ. И ВТБ пошел по пути Сбербанка, то есть мнение, скажем так, это довольно весомо оправдалось. Второй момент. Расходы ВТБ на резервы составили 45 миллиардов рублей против 15,2 миллиардов рублей годом ранее. Ну, в принципе, вот и подтверждение того, что деньги ушли на резервы. Вот почему на резервы? Потому что ВТБ должно оплатить, как и любой госбанк, оплатить дивиденды, в первую очередь, государству. Потому что не оплатишь государство, как говорится, получишь по шапке, что будет неприятно. Третий момент. То, что ВТБ допускает корректировку рекомендаций по дивидендам за 2019 год. То есть рекомендации, это не значит, что утвердили корректировку по дивидендам. То есть все решится либо на ГОСа, да, просто ГОСа годового общего собрания акционеров отменили 3 июня. И ВТБ, насколько помню, он хотел провести еще онлайн-встречу ГОСа, да. То есть там, чтобы акционеры не наблюдать на совет, как бы оговорили дивиденды по итогам 2019 года. Ну и в итоге мы посмотрим, что они там оговорят, что твердят, что-то как будет. И ситуацию увидим. Вот. Четвертый момент. То, что ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2020 год и будет готов дать его в третьем квартале 2020 года. Точнее, да, за 2020 год. Ну, в принципе, оно и ожидаемо, потому что сейчас банковский дестабилизационный процесс, скажем так, идет. И в мировой экономике рецессия. Но, опять же, учитывая банковский сектор ВРФ, он сейчас реально стоит на ногах довольно надежно. По сравнению с американским сектором. Почему? Потому что у Америки нефтегазовые компании начали просто массовый процесс банкротства. Вот. А в ВРФ пока в этом плане все более-менее оптимально. Да, имеются некоторые проблемы по кредитам. Опять же, со стороны физических лиц и со стороны разных организаций. Но, учитывая то, что системы значимой банки РФ будут вытаскивать, и, в первую очередь, ВТБ и Сбербанк, то их, в принципе, надежность, я бы сказал, налицо. Тем более, ВТБ и Сбербанк – это будущие финтехи в нынешнем десятилетии. Почему? Потому что ВТБ идет в промсектор, да, Сбербанк – в IT-сферу. И государство через эти два банка начинает постепенно в частные компании входить. Скажем так, вот, завуалировано. Так что и денежные потоки того, что там ВТБ, они постепенно диверсифицируются. Четвертый момент – это то, что ВТБ… А, пардон, пятый момент – это то, что чистый процентный доход составил 119,7 миллиарда рублей. Прогноз был 117,63 миллиарда рублей. В принципе, претензий нет. Шестой момент – ВТБ не ждет убытков во втором квартале. То есть, как говорится, чистая прибыль у него все равно будет постепенно наращиваться. В итоге я по поводу ВТБ вообще не переживаю, не дергаюсь. Я чисто держу в ней инвестпозицию. Мне вообще глубоко в фиолетово будут ли они платить дивиденды, либо их не будут платить. Почему? Потому что я понимаю, что на восстановлении рынка ВТБ, как в 2008, в 2014, он будет так же стремительно расти. То есть, ВТБ – это чисто с экономической точки зрения уже не тот банк, как он был 6 лет назад. Там совершенно ситуация другая. Тем более, сейчас ВТБ стоит на своей поддержке, довольно весомой, кризисной поддержке 2014 года и 2009 года. Так что стоит, пока тут он находится. Вот. И просто такой армагеддон начинается, мол, типа ВТБ пойдет на 2 копейки отметку. Господа, если он туда пойдет, я его с удовольствием буду подкупать. Причем жестко. Я его буду там набирать позицию. Да, что-то я, естественно, раздам спекулятивно, но причем какую-то большую часть я оставлю под инвестиционную деятельность, скажем так. Так что и по ВТБ я особо не переживаю. У самого ВТБ имеются стратегические уровни сопротивления. Это 8 копеек, 11 копеек, да, и 14 копеек. Тем более, сейчас техническая формация выглядит такой, что пружина сжимается, и дальнейший выход ВТБ, он будет вверх. То есть после окончания нынешнего кризиса сейчас не будет формироваться такая формация, как двойное дно на месячном графике. Это очень хороший бычий паттерн будет. Вот, поэтому ВТБ, в принципе, я не сомневаюсь. Если ВТБ он еще себя очень сильно покажет, это будет с дивидендами, либо без дивидендов, меня это не волнует. Я ориентируюсь, в первую очередь, на курсовую разницу по ВТБ. Потому что у меня основная цель это на ВТБ опять преувеличить капитал. Ну да, и, кстати, опять же, отвечая на вопрос, мол, занимаюсь ли я сейчас спекуляциями на рынке? Нет, я сейчас спекуляциями особо не занимаюсь. Сейчас я больше стараюсь подбирать инвестдоли в портфель, такие вот длинные позиции, лонговые. Потому что на восстановление рынка они все будут расти, в свою же очередь. А спекуляции, если так сказать, ну это бывает время от времени, какие-то идейки в Телегран-канал тоже выкладываю. Последние пару идей, выполненных были в Северстале ТМК, в которых я тоже участвовал. Ну и пока все. Сегодня тоже мне писали, мол, кто-то, несколько человек срубили на пятерочке X5 ритейл-групп. Я технический анализ, да, выкладывал в наш Телегран-канал Биржевик. Там многие с ним ознакомились позавчера еще. Ну и пятерочка выстрелила вверх. Потому что технически она смотрела как раз-таки на высшую зону сопротивления. Ну, на этом тоже кто-то заработал. А я лично пока чисто без спекуляций. Тут как бы уже и свои тоже проблемы есть некоторые, которые надо решать. Вот. Так что по бирже я пока чисто собираю инвестиционную позицию, да. Там 50% от капитала уже припарковано, грубо говоря, в акции. И, грубо говоря, 50, ну 45-50% от капитала еще лежит в кэше. Будет коррекция на рынке, я готов откупать еще ниже. Не будет коррекции, полечусь тем, что есть. Как бы моя стратегия, она публична, вы ее знаете. И я вообще, честно говоря, не парюсь из-за этого. Как бы париться по таким моментам, которые обдумывал наперед, на несколько шагов вперед. Просчитывая все риски, париться из-за нее я, честно говоря, не собираюсь. В принципе, на этом все. Отчет вышел крайне нейтральный по ВТБ. Ни позитив, ни негатив. Инвестпозицию я в нем держу и особо не шевелюсь. Как говорится-то, мне не хочется лишний раз келептил движения совершать. Вот. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендацией не являются. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. Ссылка на него находится в шапке данного YouTube-канала, откуда всплыло сейчас всплывающее окошко. А также ссылка на телеграм-канал имеется в наш под каждым видео в закрепленном сообщении. Ссылка на телеграм-канал. Тоже отмечено синим шрифтом в данный момент времени. Почему канал телеграм? Потому что там публикуется первоочередная информация, аналитика, обзоры, акции, облигации, мнение мое и прочие аспекты, которые только потом попадают на YouTube. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники. Потому что без времени и грамотных стратегий, которые прорабатываются на рынке, нельзя будет поймать рыбку. Почему? Потому что если сравнить рынок российский 2014 года и 2020 года, конкуренция здесь стала намного жестче. То есть приход и нарезов, приход физических лиц и сейчас маркетмейкеры вышибают вообще всех. И тем более сейчас Центральный банк Российской Федерации по факту узаконил манипуляции на рынке до июля 2020 года. Я об этом тоже официальной новости телеграме канала постил и про нее уже давно говорю в YouTube канале видео. Поэтому сейчас вышибать будут всех. И лангистов, спекулянтов, и шартистов, спекулянтов, вообще всех. Поэтому моя позиция, она инвестиционная. Сижу, держу и вообще не парюсь. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.